так здравствуйте хочу с вами поделиться небольшим мастер-классом как сделать подрамник какие про подрамники готовы продаются на алиэкспресс но это легко сделать самим вот у меня муж как сделал подрамник взял обычные речки у нее у этой речки толщина 1 сантиметр ширина 3 сантиметра и сделал на станке вот такой же лобочек но глубина где-то наверное 05 сантиметра прокладывается отступается небольшое расстояние где-то около сантиметра может чуть меньше сантиметра и прокладывается вот этот желобочек он нужен этот желобочек для того чтобы туда вставить фанерку и будут как бы это ребра жесткости чтоб рамка не перекосилась и полотно соответственно повело дальше вот у нас есть полотно размером она у нас 50 на 70 чтобы прочертить вот эти линии по которым будет прокладываться вот этот вот подрамник речки класса надо сначала загнуть первые изгибы по линии страз загибаются изгибы по линии страз прокладывается то есть прорисовывается полоса по изгибу страз затем поскольку у нас речка толщиной один сантиметр мы прокладываем от первой линии сантиметр про и рисуем еще одну рамочку то есть от первой линии по изгибу страз мы откладываем сантиметр для чего это нужно чтобы когда подрамник вот мы приклеим по линии страз окончании страз он загибается ровно на сантиметр вот длина рейк вырезается по линии вот этой первой можно сказать рамкой обозначим я первая рамка и вторая рамка вот дальше на бруски мы приклеим двухсторонний скотч проверьте чтобы это двухсторонний скотч приклеился как на брускам так полотну затем вот приложили мы первую речку желобочка вверх чтобы когда речка будет фиксировать вот эту рамку она была подальше от полотна соответственно удобнее будет вставлять вот смотрите вот она первая рамка у нас вот она вторая мы приклеили вот этот брусочек на двухсторонний скотч к полотну соответственно край один край брусочка по первой рамке заканчивается и второй край брусочек тоже по первой рамке и когда будет он загинаться вот она у нас вторая рамка по второй рамке и так приклеили первый брусочек приклеили второй брусочек который более длинный также приклеиваем следующий брусок третий и четвертый затем мы загинаем загинаем брусочки и вот этот уголок полотна чтоб он у нас не торчал в сторону мы его заправляем вовнутрь вот это сильно очень все зажимаем и закрепляем степлером для лучшей надежности желательно степлером пройти чего здесь полотно потому что со временем вдруг клейкость скотча ослабнет и полотно может отойти также за место двухстороннего скотча можно использовать клей титан на клей титан брусочки приклеили к полотну и потом собрали и зафиксировали на углах степлером затем фанерку по толщине который будет подходить к этим желобочком вставляем сюда это будут наши ребра жесткости сейчас я соберу полностью подрамник и покажу что получится вот я отклеила защитные листочка двухстороннего скотча вот так это выглядит на брусочке обычно двухсторонний скотч самый обычный вот с такой вот лентой защиты и будем приклеивать этот брусочек вот сюда по линии первые рамочки наши прорисованы поскольку мне одной рукой неудобно клеить я сейчас приклею и покажу так вот я приклеила третью сторону вот так вот это получается также будет это загинаться и это во внутрь уголочка полотна загинается все аккуратненько было и осталось четвертую сторону приклеить собрать и посмотрим что у нас получилось так вот еще раз показываю все четыре речки приклеены на двухсторонний скотч вот так это все выглядит вот они наши уголочки полотна свободные останется все эти стороны загнуть уголочки заправить вовнутрь зафиксировать все это пистолетом мы в дальнейшем зафиксировать все это речкой просто на данный момент речек нету посмотрим как получится как будет держаться без речек пока стали делать скобу и отошло полотно вот смотрите от скотча двухстороннего поэтому прежде чем собирать каркас его складывать надо сначала скобами с этой стороны прицепить к полотну на рейке сейчас посмотрим так вот смотрите прочертила я линию ровно посередине от ширины брусочек чтоб ровно скобы легли и вот так скобами через два пальца приложили строчку скобами и так на всех рейках только потом будем собирать подрамник то есть складывать его вот таким образом посередине по полтора сантиметра вот так вот это все получается осталось одну сторону пробить скобами вывод каков что на двухсторонний скотч лучше не клеить это ненадежно лучше на титан пускай лучше подольше подождать когда все эти речки плату приклеится на титан зато будет надежно но это с учетом того у кого нету пистолетом со скобами а так лучше конечно скобами это очень быстро и надежно вот скобы у нас закончились сейчас муж купит скобы еще эту сторону приделаем и соберем в чем плюс подрамника в то что если кто-то любит картины именно на подрамнике без рамки без багета то это очень хорошо можно сделать подрамник самим таким образом качественно надежно и аккуратно все и красиво и дешево вот в чем еще плюс подрамника в том что натягивается полотно ровно очень хорошо качественно ничего впоследствии потом не сползает и полотно всегда находится в хорошем национальном состоянии при сборе этого подрамника можно потом на их торцы приклеить также на титан багет в строительных магазинах продаются вот эти вот багеты красивые декоративные можно также вырезать рамочку по размеру из багетов таким же образом как и вырезаются как и подрамник только с учетом того что здесь не надо вторую рамку делать рисовать просто по размерам картины вырезается багеты и приклеиваются на подрамник собирается рамка на подрамник и все и готовая рамка то есть у вас выход 2 в 1 подрамник и багетная рамка плюс еще в чем в том что вот на этот подрамник можно прикрутить петельку и на что будет вешаться картина или портрет сейчас доделаем и покажу что у нас получится забыла еще кое-что сказать то что двухсторонний скотч можно применить приклеить вот эти речки к двухсторонний скотча и потом перевернуть полотно на лицевую сторону и прибивать вот эти скобы так будет удобно ничего не сползет все будет хорошо и прибить скобы если не используется титан то есть двухсторонний скотч он в любом да в любом случае должен использовать для того чтобы зафиксировать эти речки перевернуть полотно и его скрепить скобами а еще гораздо проще можно сделать так чтобы на этих рейках не вырезался желобочек просто берете обычный обычный барусок в строительских магазинах он продается размером 10 миллиметров на 30 и делаете вот это вот подрамник только без желобочкой этого и таким же образом собираете подрамник и все самое главное зафиксировать как следует уголки чтоб подрамник не играл и тогда у вас будет такой же полноценный подрамник только без желобочка и дополнительных ребер жесткости так вот собрался подрамнику так это выглядит все уголки аккуратно когда последнюю рейку будете собирать с двух сторон уголки за заворачивается забыл пришлось вытаскивать эти русском и так мы что посмотрим как у нас получился портрет полотно хорошо натянута нигде ничего не провисает сверху здесь вот скобами